Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Галины Титарчук. На еженедельном совещании у главы ЧУАШа и Михаила Игнатьева обсудили планы в ближайших дней. Подготовка к майским праздникам идет по плану. Первомайские мероприятия все расписаны. Начинаются репетиции Парада Победы. Все ведомства и службы готовы выполнять свои задачи. О выполнении федерального закона о повышении энергоэффективности отчитался министр строительства, архитектуры и ЖКХ Олег Марков. По его словам, одно из основных направлений проведения энергообследований в ЧУАШе выполняется. В обязательном порядке пройти энергоаудит должны были около 2200 республиканских организаций. К концу апреля отчитались 82%. 11 районов и городов полностью завершили эту работу. У остальных срок до конца 2013 года. Другая задача. Определенное законодательством – установка приборов учета потребления энергоресурсов. Нужно отметить, что уровень оснащен сегодня на квартирных домах по Чувашской республике уже составил порядка 94%. И всеми муниципальными районами и городскими округами Чувашской республики выполнены условия фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. То есть это нам дает право участвовать в программе переселения граждан аварийного жилого фонда и также в программе капитального ремонта. И мы выполнили условия. 75% барьер, который был необходим для участия в программе, мы сегодня преодолели. И задача стоит до 1 июля 2013 года полностью оснастить приборами учета до 100%. В Чувашии также выбрано одной из экспериментальных площадок по модернизации уличного освещения. Опробовать новые схемы и технологии предстоит в Чубаксарах и Шумерле. В республике установилась нормальная весенняя погода, а вместе с ней и высокая пожароопасность. Традиционно на май приходится пик лесных пожаров. Исключение – август 2010-го. В этом году статистика традиционная. В общей сложности до 30 выездов в день. В основном причиной возгорания становится пал травы. Спасатели напоминают, такой способ борьбы с прошлогодней травой опасен. Огонь моментально становится неконтролируемым. И что попадется ему на пути – дачный или домик. Другие строения – неизвестно. Особенно опасны такие поджоги для лесных массивов. Лесозащитные службы, кстати, уже вооружаются. Заключен государственный контракт на сумму 500 тысяч рублей на выполнение работ по авиапатрулированию лесов в дни высокой и чрезвычайной пожарной опасности. В полной готовности к выполнению работ по назначению находятся 56 пожарных автомобилей, 21 лесопатрульный комплекс, 20 колесных тракторов, 4 гусеничных трактора, 1 бульдозер. Однако самым эффективным средством борьбы с лесными пожарами остается профилактика. В Чубаксарах готово постановление об ограничении посещения левобережных лесов. В ближайшие дни оно распространится и на другие муниципалитеты. Органы власти, а также лесничьи, пожарные и полицейские просят жителей с пониманием отнестись к этой вынужденной мере. Традиционно в Чувашской республике отмечается День государственной символики. Этот новый для Чувашей праздник был учрежден указом президента в 2004 году. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на ознакомление жителей республики с историческими знаками. Одно из них прошло в Национальной библиотеке. Для учеников 4 класса школы номер 10 провели специальную презентацию, где рассказали историю государственных символов. Чувашский народ приобрел свою государственность в 1920 году, что поставило вопрос о символах нового округа. А в 90-е годы герб и флаг Чувашской республики приобрели новый, отличный от прежнего вид. Новая символика была создана народным художником Чуваши Ильей Юрьевым. Дети хорошо осведомлены, они знают не только, не только они узнают наш герб, чувашский герб, флаг, но и они могут рассказать, довольно-таки подробно рассказать, что они означают, например, цвета государственных символов, что означают предметы, изображенные на этих государственных символах. Ну, что, собственно говоря, нас радует, и мы считаем, что в школах и в младших классах довольно-таки вот учителя родного края довольно-таки хорошо, значит, преподают, эти знания доносят, и дети, в свою очередь, с интересами их воспринимают и знают. Весенние полевые работы в разгаре. К севу приступили раньше. Сегодня засеяно уже 20 тысяч гектаров против 7 тысяч в прошлогоднем апреле. Пока посевная идет невысокими темпами, но в ближайшее время предстоит выйти на цифру 15 тысяч гектаров в сутки, чтобы к середине месяца завершить сев. По словам министра сельского хозяйства Сергея Павлова, это вполне достижимо. Несмотря на то, что в этом году такая форма государственной поддержки, как и льготы на горючие смазочные материалы, отменена, для аграриев предусмотрены субсидии, которые будут рассчитываться в зависимости от количества засеянных площадей. Ставка от 170 до 380 рублей за гектар. Из федерального бюджета на эти цели поступило около 100 миллионов рублей. Деньги уже переданы сельхозтоваропроизводителям. Сложностей спасенной быть не должно, чего не скажешь о некоторых инновационных проектах в агропроме. Два проекта по производству лизины и по переработке топинамбура так и не завершены. К сожалению, инвесторы Чуваш-Аграбио менялись, Синдекс-Аграбио меняли направление, но не нашли средств для того, чтобы вложить и продолжить этот проект. Но на этом останавливаться не будем. У нас есть другие проекты, которые нужно реализовывать. Чуваш-Аграбио, вы знаете, собственник еще раз поменялся. Надеемся, что новый собственник все-таки примет решение о производстве такого ценного продукта, как лизин. Что касается новых проектов, хочу отметить, что в этом году у нас планируется реконструкция от Лашевской птицефабрики. Также планируется строительство фермы в Цивильском районе. Сейчас работа ведет на стадии подготовки проекта документации. Кроме этого, продолжает расширение производства. Замена старых теплиц на новые – это агрофирма «Альдеевская». Ну и ряд других предприятий, которые будут набирать, выходить на проектную мощность и, надеюсь, дадут нам прирост в объемах производства сельскохозяйственной продукции. Янтиковская и Порецкая ветеринарные станции обзавелись новой современной техникой. На днях во время традиционной весенней встреч ветеринаров республики ключи от дезинфекционной установки Комарова, проще ДУГ, передали начальникам станции. Благодаря республиканской поддержке в течение последних трех лет в районы поступило шесть современных машин. Две новые спецавтомашины с транзитными номерами сегодня поступили в распоряжение Янтиковской и Порецкой ветеринарных станций. Этих установок здесь ждали давно. У нас, конечно, в районе имеется дезинфекционная установка, но у нас старая, где-то около 15-16 лет, но все равно функционирует. Поэтому мы очень рады, что получили новую технику. Это очень, как говорится, полностью уменьшит затраты, потому что старую технику надо постоянно ремонтировать, а эту технику будем работать. И эпизодическая ситуация будет, я думаю, удовлетворительно хорошая. Машины проходимые хорошие. Объем здесь 1600 литров. Я думаю, дезинфектант, если нам раньше надо было на старой машине два раза заправлять машину, чтобы опрыскивать, значит, проводить дезинфекцию, то здесь одной бочкой нам полностью одну ферму хватит для того, чтобы провести профилактические дезинфекции. Получили новый автомобиль ДУК, который необходим нам для работы в районе, потому что у нас район сельскохозяйственный. Имеется предприятие, имеется рыбхоз, имеется крестьянское фермерское хозяйство. Новых ДУКов ждут еще в пяти районах республики. В Ибресях, Марпосаде, Шамурше, Козловке и Урмарах. Обещают, что они появятся в ближайшие 2-3 года. В наше время эти машины просто необходимы, чтобы проводить санитарно-ветеринарные мероприятия на должном уровне. Весной проводим такое мероприятие, как смотр дезинфекционной техники. И мы сегодня и проверили, действительно, вот те, которые сегодня здесь представлены, 19 машин, они в техническом состоянии исправны. Но основная масса уже у нас машины новые. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. Об оснащенности техникой и препаратами ветстанции говорили сегодня и на совещании с работниками республиканских ветеринарных служб в Доме правительства. Главный государственный ветеринарный инспектор Чуваши отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одной из самых важных составляющих национальной безопасности страны. И если до недавнего времени государство не имело выраженной политики в данной сфере, и ситуация только ухудшалась, то сейчас в этом направлении сделаны вполне конкретные шаги. Какие мероприятия проводятся в республике, чтобы обеспечить эпизоотическое благополучие, и о том, какая программа развития ветеринарии разрабатывается, вы узнаете в нашем завтрашнем выпуске. Национальная телерадиокомпания Чуваши продолжает свой проект «Родные лица Великой Победы». На этот раз мы решили отправиться в гости к удивительной женщине, друженице тыла Зое Федотовой. В годы войны на ее плечах лежала ответственность по воспитанию молодого поколения. Уже в 17 лет она стала учителем математики, а потом русского и чувашского языка. Нелегкая судьба досталась тогда еще молодой девушке. В тылу хоть и не было врага, но подвиги совершать приходилось и там. Все хотели жить и все хотели есть, но лозунг «Все для фронта, все для победы» не оставлял выбора. Люди отчаянно боролись с безразличием, жестокостью, голодом и самими собой. Зоя училась и работала наравне со взрослыми. «Вязать для солдат носки, варежки с одним пальцем. Все это делали. Мне приходилось и по деревне ходить, и собирать, отправлять для фронта. А сколько для школы надо было делать. И лес рубить, и в поле работать». Люди тратили все силы, чтобы обеспечить фронт необходимым. Зоя на всю жизнь запомнила слова голодных, худых, но не отчаявшихся женщин. «Говорят, девочки отдохнули, еще потянем. Здесь бомбы не падают. Земля плачет его, если не спашешь, не засеешь. Чтобы быстрее кончилась война, чтобы наши победили. Вот настолько эти женщины-старухи были патриотичны. Я сегодня сравниваю молодежь. Сейчас только деньги, только богатство, только песни-пляски». Земля платила взаимностью и давала хороший урожай. Но даже это не спасало обедневшие семьи. Зоя, как и все учителя, была агитатором. И вместе с председателем ходила по домам, чтобы забирать половину урожая, который нажила семья. У некоторых отбирали последнее. «Зашли в одну избу. Вот по сей день, не могу я, не могу это вспомнить даже. На печи сидят 4-5 голов, худые скелеты, красивые, голубоглазые дети. Она выходит из челана и закоутка около печки. Вот так несет ребенка скелетик. Какой возраст ребенка не определишь? И вот председатель говорит, ну подпишись, чтобы отдать эти 10 пудов. Она говорит, на те звери, ешьте, все равно умрет с голоду. Я не подпишу, не дам». Зоя Федотова вспоминает, как не смогла сдержать слез и выбежала за дверь. Тогда ее обвинили в малодушии, и за это она получила строгий выговор. Но это качество не имело к ней никакого отношения. Напротив, сострадание, человечность и сильный характер помогли девушке выжить в годы войны. Зоя Федотова вспоминает еще один трагичный эпизод про родную сестру, которая не дожила до победы всего несколько дней. «Пришла домой и говорю, Юля, тетя Евдокия тебе хлеба дала. Она, говорит, дала тебе, ты помогала. Я, говорит, все равно умру. Ешь сама. Я, говорю, я ела, ей отдала и вышла. Вот как сейчас, солнышко. Я заплакала. Так мне хотелось хлеба есть». Зоя Федотова по-прежнему в строю. На современную жизнь у нее свой взгляд. «Я считаю, не только нас выслушивать надо перед праздником. Нас, стариков, нужно выслушивать всегда. У них опыт. Они, испытав горе нужду, все испытали. И они многое подсказали бы нашим чиновникам». Татьяна Филатова, Александр Петров. Специально для программы «Республика». «Кто где родился, тот там и пригодился», – гласит пословица. Однако иногда слава и признание находят людей далеко от отчего дома. Пожалуй, один из самых ярких примеров для нашей республики – художник Алексей Кокель, который жил и работал на Украине. Кто еще из наших соотечественников оставил видный след в истории этой страны и наоборот? Кем из уроженцев Украины гордится Чуашия? Задумались об этом участники первой Чувашско-Российско-Украинской студенческой научно-исторической экспедиции. Здесь, в принципе, у нас все элементы повседневного быта, то есть материалы повседневного быта чувашского народа. Изучение культуры и истории чувашского народа и взаимосвязи между Чувашей и Украиной. Под таким девизом в нашей республике прошел второй этап мероприятия с длинным и емким названием. Чувашско-Российско-Украинская студенческая научно-историческая экспедиция. Участвовали в ней студенты и преподаватели историко-географического факультета ЧГУ и Харьковского национального университета имени Каразина. Специалисты утверждают, несмотря на значительную географическую отдаленность, между нашими народами существуют очень тесные связи. Нас связывает история Великой Степи, нас связывает история Болгарии, прежде всего Волжской Болгарии. Нас связывает история 20 века, потому что в годы войны многие выходцы из Чувашии, ставшие героями Советского Союза, совершили свои подвиги именно на территории Украины, нередко погибли на территории Украины, особенно во время штурма Днепра. Харьковский электромеханический завод, будучи эвакуированным из Харькова в Чебоксары, во многом повлиял на развитие чебоксарской промышленности и во многом предопределил современный облик Чебоксара. Побывали участники и в селе Тарханы Батаревского района на родине художника Алексея Кокеля, который работал на Украине. Сейчас представители экспедиции начали совместную работу над особенной книгой. Между нашими двумя факультетами сейчас готовится сборник «Чуваши в Харькове» и «Харьковчане в Чувашии». Мы уже встречались с представителями чувашского народа, которые жили в Харькове. Подобное исследование является и очень важным научным проектом. Дело в том, что сейчас наука особое внимание уделяет жизни простого человека. Сейчас активно изучаются не только политические события, какие-то большие макроэкономические процессы. Сейчас изучается, как все это влияет на жизнь конкретных людей, конкретного человека. Как взаимосвязи регионов отражаются на конкретных судьбах. Продолжит свою работу экспедицию уже в Харькове в начале следующего учебного года. Ольга Пыречкина, Алексей Иванов, Александр Петров, Республика. Жительница Чебоксар оказалась в центре скандала, разыгравшегося вокруг престижного конкурса «Миссис Россия-2012». После выхода в эфир документального фильма, разоблачающего подобное шоу, участницы отказались от заветной короны. Выяснилось, что за главный приз никому не пришлось бороться. О том, что происходило за кулисами конкурса красоты, его номинантка рассказала моему коллеге Дмитрию Ковалеву. Воздушные замки, которые построили организаторы конкурса красоты, рухнули в один миг. Во время отборочного этапа участницам обещали, что на Мальте они будут пропагандировать вечные семейные ценности. Готовясь к серьезным испытаниям, Мария Падиарова и представить не могла, что ее эрудицию и красоту члены жюри оценивать не собираются. На деле честный конкурс оказался спланированным шоу. Мы только дефилировали. У нас не было даже элементарного представления себя, края, своей семьи, какой-то презентации. Совершенно ничего. Хотя, да, в аннотации конкурса это все было указано. Были указаны какие-то критерии, отбор, победительница. Произнося слово «конкурс», она вырисовывает руками знак кавычек. Только там, за кулисами, Мария узнала, что на победу ей рассчитывать не стоит. Оказалось, что деньги решают все. Почетные титулы и заветную корону организаторы попросту продали. Для матери шестерых детей это оказалось настоящим ударом. У нас сама организатор предупредила девушке, говорит, у вас уже все распределено. Просто получайте удовольствие. Эйфория от завоеванной номинации «Лучшая мама» продлилась недолго. После премьеры документального фильма вся страна узнала, какая она обратная сторона конкурса красоты. Победительница Ирина Жиркова, супруга известного футболиста, неожиданно отказалась от своего титула и решила передать его Мария. Но от короны открестилась и она. Такая победа ей была не нужна. Все единогласно поддерживали. Не только знакомые, но в сетях, в соцсетях, там, поддержки, слова поддержки, с уголков всего мира практически. Я говорю, да, с Великобританией, Германией, Израилю, Северной, ой, отовсюду. Даже со Средней Азией. Девушка, вы молодец, как я вас поддерживаю. Умница, что отказались. Участвовать в подобных конкурсах Мария больше не собирается. Первое место многодетной матери, которая проживает в однокомнатной квартире, будет не по карману. Если верить автору фильма, то заветная корона Миссис России сейчас стоит 300 тысяч евро. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. В Республике продолжается месячник по экологической очистке территории. Столица уже почти преобразилась к майским праздникам. Улицы очищены, бордюры окрашены, освобождаются от зимнего мусора парки и скверы города. В минувшую субботу в парке имени 550-летия города Чебоксары прошло глобальное очищение территории, где в первых рядах с мусором боролись сотрудники компании «Ядрин молоком». О том, как это было, смотрите далее в нашем сюжете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Суббота. Ранее солнечное утро. Место встречи – парк имени 500-летия города Чебоксары. Около главного входа собрались добровольцы по благоустройству территории культуры и отдыха. О чистоте они знают не понаслышке, ведь на работе эти люди строго соблюдают экологические нормы. Поэтому сотрудники компании «Ядрин молоко» стараются, чтобы окружающая природа радовала чистотой и гармонией. В парке за зиму собралось очень много мусора. Целлофановые пакеты, остатки пластиковой посуды, разбитые бутылки. Так как частыми посетителями являются дети, добровольцы старались не выпускать ни стеклышка. Меня зовут Ольга. Тебя как зовут? Меня зовут Ольга. Мы сегодня, как обычно, пришли в наш любимый парк, куда часто ходим. И были удивлены, что в такой чистоте нигде не валяется мусор. Спасибо компании «Ядрин молоко» за то, что расчистили парк. Теперь мы будем приходить сюда еще чаще. Я не буду бояться, что ребенок возьмет в руки или еще хуже в рот какой-то мусор, наткнется на стекляшку. Тем более сейчас мы уже ходим не в сапожках, а в кроссовочках. Спасибо большое. Кроме акции «Чистоты» компания «Ядрин молоко» подготовила и ежегодную акцию «Май милосердия». В мае месяце у нас стартует акция от компании «Ядрин молоко». С каждой пачки нашего масла «Доволя» 5 рублей пойдет в детские дома. То есть с каждой проданной пачки мы будем отдавать 5 рублей детским домам. По итогам месяца 6 домов мы детских выбрали, они получат сертификаты денежные. Эта акция у нас уже стартует не первый год. Мы уже в течение трех лет проводим акции «Май милосердия». Компания «Ядрин молоко» обеспечивает жителей республики разнообразной качественной молочной продукцией. Занимается благотворительностью и помогает городу преображаться. Выходить на субботники у них уже стало традицией. И эта акция, как уверяют сотрудники компании, не последняя. Анастасия Алексеева, Светлана Алекимова, Николай Яковлев, Республика. «Ядрин молоко» за чистый город! Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова